Каждый год с приходом лета Самара покрывается белым снегом. Пух оседает на волосах, попадает в глаза, заставляет аллергиков страдать, а также становится одной из причин возгорания. Мне нравится, что он летит, потому что его слишком много, он попадает в глаза, дышать нечем, взлетает в рот, мешает, короче. Он хорош за исключением вот этого периода времени, когда молодежь просто балуется поджигом. И мы уже сами тушили вокруг своего офиса банками, бегали и поливали, чтобы спасти. И опять пожарная машина. Аллергия у меня на глаза. Я прихожу домой, уже все, и слезятся глаза, и промываю глаза, прихожу водой. Ну, когда помогает, когда нет. Глаза во всяком. Аллергия у меня. Воды пью побольше. И все, пока лекарство. Как рассказывают медики, сам по себе тополиный пух редко вызывает аллергию. Однако цветение этих деревьев совпадает по времени с цветением луговых трав, которые вызывают симптомы полиноза. Тем самым тополиный пух переносит пыльцу других растений, провоцирует кашель, насморк и слезотечение, как у аллергиков, так и у всех остальных жителей Самары. На самом деле много пациентов обращаются к врачам, аллергологам, иммунологам, жалуются на проявление зуда в носу, выделение из носа, покраснение глаз, воспаление конъюнктив. Именно в этот период, когда появился в жаркую погоду тополиный пух. На самом деле истинная аллергия, сенсибилизация к тополиному пуху, к пыльце тополя, встречается примерно в Самарской области в 10% случаев. Но тополь адсорбирует на себе тополиный пух аллергены других растений, которые также в этот период выделяют пыльцу. Разобраться в причинах аллергии поможет поход к специалисту, который подберет лечебную программу, чтобы легче перенести аллергию. Для тех, кому пух доставляет дискомфорт, есть специальные приспособления. Существуют такие специальные назальные фильтры, которые вставляются в носовые ходы. Они уменьшают попадание частиц тополиного пуха и аллергенов, носовые ходы в носовую полость, и симптомы аллергии при этом уменьшаются. При тяжелых формах аллергии есть специальные шприц-ручки с эпинефрином, которые вводятся экстренно при развитии первых симптомов повторного шока. Эти шприц-ручки очень нужны и важны для пациентов, которые находятся за Волгой, на даче, в походе, на отдыхе. При первых проявлениях аллергии рекомендуется прием антигистаминных препаратов и посещение врача-аллерголога-иммунолога. На период цветения тополя рекомендуется ограничить прогулки на улицах, проветривать дома при помощи кондиционеров и проводить влажную уборку не реже трех раз в неделю. Августина Охременко, Валерий Майоров, События.